Всем привет, с вами Прия. Пришло время поговорить о различных крафтах. Они также появятся в обновлении 8.3, немножко обновленные, некоторые уже многим знакомы, а некоторые из них вообще не имеют смысла, так как они в принципе похожи. Начнем. Как я сказал, уже есть крафты, которые очень сильно похожи с теми, которые были и ранее. В профессии кулинарии появляются новых 5 крафтов. Это различное мясо вместе с рыбой. Их рецепт очень одинаковый, у них нету звездочек, и при повышении своих стат они дают то же самое число, что и итемы, которые доступны на текущий момент времени. Быть может, к моменту выхода 8.3 абсолютно все это переделают, но то, что, например, крафт из обновления 8.2 дает 198 выносливости, и крафт из 8.3 дает тоже 198 выносливости, это весьма интересно. То есть числа одинаковые, реагенты разные, и смысл тогда вообще этих новых крафтов в кулинарии в принципе непонятно. В кузнечном деле добавляются новые крафты, а именно пояс 440 с сокетом, и набедренники 440 с сокетом. И дальше они начинают расти. Это пояс 455-го итем-левела, поножи аналогичного, также ремень 470-го, и поножи аналогичного итем-левела. Но что самое интересное, с целью того, чтобы начать крафтить 440-е вещи, нужно скрафтить до этого 425-й поясок. А чтобы скрафтить 425-й поясок, нам нужно скрафтить 410-й. То есть если вы захотите сделать сразу же хорошего итем-левела себе вещицу, то для начала вам все-таки придется заняться прошлыми крафтами. Ювелирное дело также заимело новые крафты. 440-ое колечко, которое будет добавлено в обновление 8.3, 455-го итем-левела колечко, которое будет крафтиться после крафта 440-го, ну и 470-е, которое будет крафтиться после того, как вы сделаете 455-го итем-левела колечко. Партнежное дело также не обделено крафтами. 440-е перчатки с сокетом, далее 440-е поножи с сокетом, 455-е кисти рук, 455-е поножи, и 470-е поножи и перчатки, которые также будут крафтиться после того, как вы сделаете 455-й крафт. Алхимия, так же как и в патче 8.2, позволяет скрафтить алхимический камень, который мало того, что будет пробовать на мейнстат, так еще и будет повышать эффективность лечебных зелий и зелий маны на 40%. И не стоит забывать о том, что абсолютно все крафты, которые идут в профессиях, идут с бесцветными гнездами, проще говоря, с сокетами. 440-й алхимический камень, 455-й алхимический камень и 470-й алхимический камень, которые требуют все больше и больше ресурсов для своего создания. В инженерном деле появились новые очки. Латные, тканевые, кожаные, кольчужные, абсолютно для всех типов брони. 445-е, 460-е, ну а также 475-е. Их item-левел выше, и азеритки будут в будущем такого же item-левела в патче 8.3. Быть может, крафтовым вещам также прибавят по 5 item-левела. Ну а если нет, то в принципе весьма неплохие крафты, и наличие сокета в них, то, что мы уже видели ранее, это просто замечательно. В кожевничестве появилось также два новых крафта, как и в патче 8.2. Это поножи, ну и сапоги. Сначала 440-го item-левела, далее 455-го, ну и далее 470-й item-левел. Все крафты аналогично с сокетами, и по повышению своего item-левела требуют все больше и больше ресурсов. Помимо привычных рун для нового рейда, неолоты, В начертании появится и другой интересный крафт, а именно контракты. Те самые любимые, которые мы любим юзать с момента старта локалок в конкретно БФА, так как контент контрактов был введен именно в дополнение битвы за Азерот. Первый контракт с Раджани, второй контракт с Ульдумским союзом. Какие интересные награды есть у этих фракций, можно будет рассмотреть в будущем. Ну а на текущий момент начертатели будут чувствовать себя прекрасно. Опять же, тот, кто быстрее вкачает репутацию, тот, кто быстрее купит крафт этого контракта и начнет продавать их на аукционе, обогатится и будет иметь весьма хорошее количество золота. Задумайтесь о новых крафтах. В принципе, ничего такого примечательного-то в них и нет. Все так же, как и в 8.2. Прекрасные рейдовые крафты, вещицы с сокетом, да и все абсолютно. То есть, если вы собираетесь рейдить, то профессия, конечно, вам не помешает, так как получить просто-напросто две вещицы высокого этом левела, да еще и с сокетами, я думаю, очень приятно. Но окей, если вы инженер или алхимик, то там по одной, и это на самом-то деле еще интереснее, так как азеритовая голова высокого этом левела будет просто замечательно вписываться, я думаю, в любого персонажа. Всех вам благ, счастья, здоровья. Выбирайте профессии заранее и раскачивайте их уже сейчас. До скорого, берегите ноги.